Привет всем, это Karen со ScrivenerTools.com. И для тех из вас, кто меня не знает, я уже много лет живу тем, что зарабатываю на написании книг и обучении других писателей пользованию программой для писателей Scrivener. Я постоянно получаю кучу вопросов о том, насколько сложно перенести текущий проект в Scrivener, насколько мощным должен быть компьютер для этой программы, как она работает и все такое. Поэтому в этом видео я на реальных примерах покажу вам, как работают основные функции Scrivener. Затем вы увидите, как Scrivener может сэкономить время и деньги и кардинально изменить способ создания и публикации ваших книг. Итак, основная идея, заложенная в Scrivener, проста как дважды два. Вместо того, чтобы раскладывать ваши заметки и материалы по всему жесткому диску, вы сможете организовать все в один проект, где все будет легко доступно в пределах одного клика. Сама рукопись может быть разделена на такие большие разделы, как главы, или разбита на более мелкие части, например, сцены, которые можно менять местами по мере того, как ваш проект обретает форму, а также отображать разными способами, в зависимости от предпочитаемого метода работы и выполняемой задачи. Ну что на самом деле круто в Scrivener, так это то, что когда вы закончите писать, вам не нужно будет искать кого-то, чтобы отформатировать книгу и затем бегать за ним, потому что теперь вы сами можете легко и просто экспортировать текст на разные платформы прямо из программы. Scrivener — превосходная система компиляции для экспорта, которая не изменяет оригинальный текст, поэтому вы можете на ходу напечатать электронную книгу и затем сразу же выдать книгу в бумажной обложке или в формате PDF. Я только должна упомянуть, что эта программа не пишет книгу за вас и не говорит, как ее писать. Это программа для обработки текста с расширенным функционалом, специально разработанным для оптимизации рабочего процесса, для писателей, сценаристов и прочего народа, который работает с большими писательскими проектами. Итак, давайте посмотрим на экран моего компьютера, и я покажу вам, как это работает. Откройте новый проект, и интерфейс пользователя предложит вам три основных рабочих зоны. Панель слева, называемая подшивка, это иерархически организованный список всех документов, которые есть в проекте. Вверху у вас папка, где хранится ваша рукопись, будь она импортирована из другого приложения или написана в Skrivenor. Если вы начали в другой программе, например, Word, откройте документ, поместите хэштег в начале каждой главы, сохраните документ, затем вернитесь обратно в Skrivenor и выберите папку с рукописью. Войдите в меню «Файл», «Импортировать», «Импортировать» и «Разделить». Здесь внизу, где обозначены разделы разделены, вставьте свой хэштег. Затем найдите только что сохраненный документ, выберите его и щелкните на «Импортировать». Подождите секунду или две, и ваша рукопись импортируется, уже разбитая на разделы. Каждая из которых будет начинаться там, где вы вставили хэштег и иметь в названии текст, который следовал непосредственно за хэштегом. В данном случае, если бы я поместила мои хэштеги перед названиями глав, импортированные документы имели бы название этих глав, а не глава 2 и так далее. Если вы начинаете проект с Кривенер с нуля, просто добавляйте новые папки в подшивку, называйте папки главами и размещайте сцены внутри них. Как бы вы ни начали, как только у вас появится несколько глав со сценами внутри, вы сможете упорядочивать их в подшивке, по мере того, как будет изменяться и развиваться ваш сюжет. Вы сможете перемещать либо отдельные сцены, либо же целые главы со всем содержимым. В папку «Черновик» вы помещаете только те документы, которые действительно являются частью вашей рукописи. Кроме нее есть другие интересные папки. Папка «Матчасть», например, может содержать такие аудиовизуальные документы, как PDF, аудио, фото и даже видео. Просто перетаскиваете файлы в папку с жесткого диска или интернет. Если у вас Мак, вы можете просматривать видео прямо в этом среднем поле. Но если у вас оперативная система Windows, то когда вы выбираете видеофайлы в папке «Матчасть», они открываются в новом окне. Это просто отличие работы двух операционок. Вы также можете добавлять ваши собственные текстовые файлы и папки здесь, с любыми другими материалами и заметками. Это чрезвычайно удобно, когда материалы организованы и доступны в одном проекте. Другая полезная функция — это папка для набросков ваших героев. Здесь вы можете хранить всю информацию, собранную о каждом герое. Если вы не знакомы с созданием набросков ваших героев, то ниже в списке есть папка с шаблонами, с которых вы можете начать. Вы можете добавлять в вашей наброске картинки, которые вы всегда сможете увидеть в режиме пробковой доски. Но об этом позже. Те же установки применимы и к местам действия. Вот только несколько папок с описаниями и фото. А вот несколько фото, которые могу просматривать все вместе. Вы можете всегда просмотреть здесь чей-то возраст, цвет глаз или что-то еще, что вы забыли о героях или месте действия. Вы также можете в любое время изменить ваши наброски, по мере того, как ваши герои будут развиваться в ходе написания. Поле посередине называется «Редактор». Здесь вы пишете и просматриваете содержимое всех файлов, будь то разделы в вашей рукописи или медиафайлы, которые вы сохранили как материалы. На панели внизу вы можете увеличивать текст, видеть счетчик слов или символов, а также устанавливать себе цели по количеству слов, щелкая на иконке мишени и задавая свои значения. Теперь вы можете визуально следить за своим прогрессом на панели внизу. Что бы вы не выбрали в подшивке, это появится в поле «Редактор». То есть вы увидите только документ, выбранный в настоящий момент. Если вы выберете несколько документов, даже если они идут не по порядку, они отобразятся расположены один за другим разделенной линией. И если вы выберете весь черновик, то увидите все сцены, следующие одна за другой, также разделенные толстой линией. Счетчик слов показывается для любого сделанного выделения, поэтому достаточно одного взгляда, чтобы понять, сколько слов в вашем черновике. В зависимости от того, как вы предпочитаете работать, вы можете выбрать один из режимов отображения. Инструмент выбора режима находится по умолчанию на панели инструментов. Мы уже ознакомились с обычным режимом отображения, при котором один или несколько документов видны в поле «Редактор», и которые вы можете добавлять и переносить. Но если вы любите разрабатывать сюжет особенно замысловато, то можете выбрать пробковую доску с карточками. И на каждой карточке записать короткий синопсис, чтобы указать, что будет внутри документа, который они представляют. Вы можете добавить больше карточек, что откроет соответствующий документ в подшивке. Вы можете как угодно передвигать карточки, пока их местоположение не будет соответствовать порядку событий в сюжете. Имейте в виду, что когда вы перемещаете их, их иерархия в боковой панели также изменяется. Если вы предпочитаете писать в свободном стиле, ни на что не отвлекаясь, то можете задать симпатичную чистую страницу на черном фоне. Для доступа к инструментам в этом режиме просто подведите курсор к нижнему краю страницы. Там вы сможете настроить экран по вашему усмотрению, увеличивая или уменьшая масштаб, или регулируя ширину страницы. Если вас не смущают незначительные отвлекающие элементы, вы можете установить фоном любое изображение. Нажмите Escape, Delete на ПК, чтобы вернуться в проект. Затем перейдите в меню Вид, Фон полноэкранного режима и выберите картинку в выпадающем списке. Когда в следующий раз вы выберете полноэкранный режим, фоном будет выбранное вами изображение. Также есть режим отображения частей списком, при котором вы сможете видеть несколько уровней ваших документов одновременно. Здесь вы сможете видеть любые теги метаданных, которые вы задали. Например, вы сразу увидите точку зрения повествования в каждой сцене. Здесь я выбираю свою цветовую кодировку. Вы видите, какие из ваших документов имеют статус черновиков, или нужно ли вам провести еще какие-то исследования по ним. Вы также можете отслеживать количество слов, а также прогресс к установленной цели для каждой сцены и многое другое. Также во всех этих режимах вы можете разделить экран на две части и вывести на любой из них любой из режимов отображения. Вот так вы можете поместить набросок вашего сюжета на один экран, а писать на другом. Либо же вывести картинку или видео на одном экране, а писать на другом. Уверена, вы уже думаете и о других способах использования этой отличной функции. На правой боковой панели, которая называется «Инспектор», вы можете видеть синопсис, написанный на карточках, для выбранного в данный момент документа. Вы можете задать и отслеживать статус и собственные метаданные, если откроете выпадающее меню для ярлыков и значков статуса. Тут у меня установлен цвет для ярлыков, показывающих точку зрения, а значки для отображения прогресса каждого документа. Но в более поздних главах мои протагонисты разделяются, поэтому я отслеживаю, где каждый из них находится в каждый конкретный день. Мне не нужно, чтобы кто-то из них пережил больше дней, чем другой, пока они не встретятся снова. Вы также можете прикреплять комментарии или заметки к вашим документам. Вы делите слово или фразу, а затем выберите «Комментарий или заметки» на панели инструментов главного меню. И в «Инспекторе» откроется соответствующий блок, в котором вы сможете набрасывать свои заметки. Так как «Комментарий или заметка» теперь связаны с этим словом, вам нужно всего лишь кликнуть по нему в подшивке, чтобы перейти к заметке в «Инспекторе». Как только вы закончите первый черновик, каким бы способом вы ни писали, и начнете думать о правке, можете воспользоваться фантастической функцией коллекции, которая позволяет вам выделить группу документов, чтобы обработать их вместе, не меняя их исходного места в подшивке. Полезность этой функции легче проиллюстрировать следующим примером. Скажем, я решила, что мой герой Джо недостаточно хорош, чтобы побудить группу подростков на самом деле рискнуть своими жизнями и спасти его. Я могу выделить все главы с участием Джо в коллекцию. Для этого нужно просто выполнить поиск по имени и выбрать в выпадающем меню «Сохранить поиск как коллекцию» и дать моей новой коллекции имя. Сcrivener поместит вашу коллекцию в подшивку и покажет в том виде, которым вы обычно видите всю подшивку. Теперь я могу просмотреть все сцены с Джо вместе и найти, куда добавить несколько виских причин, чтобы заставить его друзей рискнуть своими жизнями. Если вы измените текст в коллекции, он также изменится и в исходном документе в подшивке, а также во всех других коллекциях, в которые он включен. Это еще полезно для обработки всех документов, содержащих определенный акцент, или документы, для которых еще требуется изыскание. Как только вы завершили обработку вашей коллекции, просто выберите отображенный в подшивке ярлык и вы вернетесь в режим отображения подшивки. Есть еще много восхитительных функций, о которых я могла бы рассказать вам, таких как генератор имен героев и способ предупреждения о чрезмерном употреблении каких-то слов, но тогда я никогда не закончу эту презентацию. Но даже этого малого, что я упомянула, точно хватит, чтобы помочь вам придумать сюжет вашей книги, а также повысить продуктивность и в два счета добиться законченной и готовой к публикации рукописи. И если издатель не возьмет вашу книгу, тогда возвращайтесь в Skrivner и сделайте это сами. Это намного проще, чем вы думаете. С вашей доведенной до совершенства рукописью в папке черновик, вы можете быстро и легко скомпилировать ее для печати в бумажной обложке, либо в формате электронной книги для любого интернет-магазина. Вы можете скомпилировать их по очереди, чтобы не менять форматирование исходной рукописи и соответствовать требованиям всех платформ, на которых вы собираетесь публиковаться. Skrivner задает форматирование только для компиляции. Единственное, что вам потребуется настроить, это титульный лист, который войдет в каждую компиляцию, потому что он будет отличаться для книги в бумажной обложке и электронной книге. В подшивке есть папка, в которой находятся документы, формирующие титульную страницу для каждой платформы. Выберите платформу, для которой будете компилировать, и замените метаданные символа заполнителя для каждого документа вашей информацией. В случае подготовки электронной книги добавьте в папку внутреннюю обложку. Затем откройте меню компиляции и выберите, как вы хотите скомпилировать вашу рукопись, как электронную книгу или роман в бумажной обложке. Выберите тип файла, в который вы хотите экспортировать, для печати, ePub или Mobi. И затем поставьте галочку для «Добавить титульные метаданные» и выберите, какой файл титульного листа вы хотите использовать из подшивки. Конечно же, вы можете сделать гораздо более сложную подготовку, играя с настройками. Но даже выполнив эти несколько шагов, вы получите книгу очень профессионального вида. И если вы думаете, что Skrivener сделает вашу писательскую жизнь проще, или если вы хотите оптимизировать работу над вашими проектами и стабильно иметь отличный результат, щелкните на ссылки ниже, чтобы перейти на страницу Skrivener, где вы сможете скачать бесплатную 30-дневную пробную версию. Она работает как на Mac, так и под Windows. Это была Карен со SkrivenerTuts.com В следующий раз я, возможно, расскажу, насколько хорош Skrivener для блогеров. А пока приятного писательства.